И в продолжение к предыдущему видео, которое уже выложено на моем канале, я бы хотела продолжить тему по питанию во время беременности и еще раз на вам напомнить обязательно, что уважаемые женщины, не забываем пить фолиевую кислоту с момента, как вы только начали планировать беременность и до полных 12 недель беременности. Потому что на первых неделях беременности формируется нервная трубка плода и как раз различные патологии нервной трубки плода уже доказано на многократных клинических исследованиях не только в России, но и за рубежом, что формируются различные патологии нервной трубки плода как раз таки из-за недостатка фолиевой кислоты. Все остальные поливитаминные комплексы назначает ваш лечащий врач только после обследования. Когда с вами пообщается, соберет анамнез, проведет те или иные обследования, только после этого он уже вам назначит результаты. По результатам какие-то либо витамины и витаминные комплексы. По поводу питания, да, то есть конечно вы все прекрасно знаете, что нужно правильно питаться, да, постараться опять же исключить очень жирное, очень соленое, очень жареное, да. Копченое тоже не рекомендуется во время беременности употреблять, так как это может тоже нанести риск развития плода. То есть стараться правильно питаться, постараться исключить любые фастфуды, особенно суши, роллы, особенно различные фрукты, которых очень много во время летнего периода. И многие беременные очень любят там есть сливы, причем не одну, две сливы, да, килограмм, два килограмма слив. После чего возникают различные диспептические расстройства и тем самым провоцируется тонус матки. Поэтому будьте, пожалуйста, с этим внимательны. Для нас это тоже всегда очень важно и тем самым влечет за собой различные проблемы, да. То есть во время беременности самое главное не нужно, во-первых, переедать. То есть у многих есть родственники, да, бабушки, дедушки, мамы, папы, тети, дяди, которые считают, что если женщина беременна, ей нужно там есть за двоих, за троих и так далее. Ни в коем случае этого делать не нужно. То есть постараться максимально правильно питаться, да, правильно кушать то, что нужно. Не нужно соблюдать диеты. И во время беременности, конечно же, не нужно сидеть на диетах, да, то есть или исключать те или иные продукты. То есть, допустим, есть вегетарианцы. Я крайне рекомендую заниматься там вегетарианцем, вегетарианством или сыроедением, или исключать чисто молочные продукты во время беременности. Потому что в дальнейшем у вашего ребенка, возможно, будут проблемы с усвояемостью той или иной продуктов. У меня была такая ситуация, когда женщина и мужчина долгое время до беременности и во время беременности женщина не ела никакие молочные продукты и не пила молоко. И когда родился ребенок, возникли серьезные проблемы, потому что у ребенка была и аллергия на материнское молоко, и аллергия на любые смеси, да. То есть, очень долгое время ребенок практически находился без еды, постоянно плакал, потому что не усваивался белок молочный, пока не подобрали другую смесь. А такие уже смеси, они стоят гораздо дороже, да, чем обычные смеси. И в дальнейшем, конечно, получилась определенная проблема. Поэтому, как бы вы ни хотели, да, лучше во время беременности хорошо полностью комплексно питаться и еще раз не рекомендую злоупотреблять тем или иным продуктом. То есть, никто вам не говорит, что нельзя из соленой огурцы. Если вам хочется, вы можете съесть один, два, ну максимум три огурца. Но не баллон, не два, не три. То же самое и про ягоды, и про фрукты, которые всегда рекомендую очень хорошо мыть, еще обдавать сверху кипятком, да, для того, чтобы смыть все микробы и не возникло никакой токсикоинфекции или кишечной инфекции. Потому что все вот эти диспептические расстройства, да, токсикоинфекции, возможно, провоцируют тонус матки. Также, если речь идет о склонности к лишнему весу, склонности к сахарному диабету, то здесь, конечно, исключить любые углеводы, да, то есть исключить и картофельные продукты, и, ну, то есть пюре, там, жареные различные картошки, макаронные изделия и сладкое и мучное. То есть вот здесь надо быть очень аккуратными, потому что могут возникнуть серьезные осложнения беременности, а именно осложненный сахарный диабет, и бывает даже с применением инсулина, да, чего мы тоже очень сильно боимся. Поэтому здесь я, конечно, всем беременным рекомендую в той или иной степени соблюдать диету. То есть, да, сладкое съесть можно, но не нужно доходить до фанатизма, да, то есть всего понемножку. То есть больше употреблять различных диетических продуктов, то есть это и каши, и какие-то фрукты, и, соответственно, рыба, мясо, да, побольше печени для того, чтобы также поддерживать уровень гемоглобина в крови. То есть исключить чипсы, сухарики различные, да, то есть какие-то вот полуфабрикатные изделия, то есть стараться более-менее питаться качественными настоящими продуктами. Ну, исключить питье сырых яйцев, суши, да, сырую рыбу, какую-нибудь строганину, грибы, то есть это лучше, конечно, тоже исключить из своего рациона. Ну, а я вам желаю всего наилучшего и удачной беременности!